Сейчас должно быть все нормально. Пишите тогда, если видно и слышно. Ну, отлично. Пошли-пошли плюсики. Надеюсь, что не очень устали. Еще готовы воспринимать информацию. Надеюсь, что вам нравится наш продукт. И это будет не последний наш вебинар, который мы будем проводить. Тем более, что говорим мы, конечно, сегодня отдых на море. У нас еще впереди февраль, март, апрель и лето. И, конечно, сейчас народ уже немножко устает от зимы, от того, что нет солнышка, уже начинают смотреть в сторону дальних направлений. Поэтому мы, в том числе, как бы и поэтому представляем сегодня дальние направления. Но хочу вам сказать, что вот мы, например, со своей стороны замечаем такой тренд, что клиенты активно и с удовольствием ездят отдыхать на дальние направления летом. То есть, если раньше, там несколько лет тому назад, это как бы казалось странным, да, когда рядом есть Европа, Турция, там, я не знаю, Италия та же самая. Зачем лететь так далеко? Но, как бы, последние годы показывают, что народ, как бы, с удовольствием летит на дальние направления, в том числе и летом. Ну, понятно, что и февраль, и март, и апрель, и майские праздники летают на дальние направления. Но активно, вот, например, у нас июль-август, вот мы сегодня с вами разговаривали по поводу Мальдив, да, у нас клиенты с удовольствием летают на те же самые Мальдивы и в июле, и в августе, потому что очень недорогая цена на авиаперелет, которая сопоставима с ценой на авиаперелет в Европу, да, и понятно, что и отели, как бы, сейчас я посмотрю, если фонит, немножко убавлю динамик, может быть, будет лучше, и отели на дальних направлениях стоят немного, ну, это невысокий сезон, да, считается, конечно, не Новый год, но при этом более мягкий климат, нет такой жары, поэтому, на самом деле, на мой взгляд, для людей можно предлагать дальние направления, как летом, так и зимой, поэтому по этой причине мы тоже выбрали именно это время для проведения нашей презентации. Ну что, поехали? Значит, сегодня мы с вами будем изучать наш городок La Plantation de Albion, это Маврикия, который тоже входит в нашу эксклюзив коллекшн, городок, который расположен на Маврикии, это 5 трезубцев, это первый городок наш 5 трезубцев, который вообще Кламет открыл, интересный очень городок, потому что тоже и основной городок, мы с вами рассматривали сегодня Кани, где городок 4 трезубца, на соседнем острове комплекс Вилл, да, клиенты, которые могут пользоваться как своими услугами на территории Вилл, так и услугами городка 4 трезубца. Значит, Plantation Albion, это у нас огромная территория на Маврикии, которая занимает наш городок 5 трезубцев, и прямо на территории городка есть выделенная зона, где стоят только Виллы. Если мы с вами говорили сегодня о Мальдивах и о продукте Вилл, то, конечно же, Мальдивы – это продукт больше для пар, да, Вилла. Вы видели такие приватные Виллы для того, чтобы люди вдвоем могли приехать, отдохнуть, расслабиться, там, это может быть медовый месяц, какая-то романтическая поездка, да, как бы это один продукт. Что касается Маврикии, здесь у нас такой клуб с высоким уровнем комфорта, все-таки это пятерка наша, но при этом с полным набором детских клубов, да, здесь у нас детские клубы есть на Мальдивах, больше набор спорта на Мальдивах и Виллы, соответственно, на Мальдивах, которые были построены у нас на Мальдивах, они больше рассчитаны на семьи, потому что там есть большие Виллы с двумя, с тремя спальнями, с четырьмя спальнями, то есть это в основном для людей, которые приезжают с семьей и хотят проживать на Виллах, поэтому сегодня мы с вами на таком продукте будем останавливаться. Ну, еще раз повторюсь, как мы работаем, с тем, что мы вам можем продавать только проживание, да, проживание, например, на Маврикии, если вы там делаете какие-то свои программы, например, там, не знаю, там, Маврикии, так как в основном клиенты летают эмирейцам, большая часть клиентов летает эмирейцам, многие агентства делают, например, перелет до Дубая, как вот из Туповер в Дубае, там люди в Дубае на пару-тройку дней останавливаются, дальше они летят отдыхать на Маврикии, или полностью покупают пакет с перелетом до Маврикии, напоминаю, что на Маврикии у нас летает эмирейц, летает турки Шерлайнс, летает Air France, но Air France, несмотря на то, что мы французская компания, да, конечно, перелет Air France, так как он летит через Европу, он получается более длительный перелет, хотя тарифы на авиабилеты иногда как бы выглядят более привлекательными. Значит, продавать можете пакеты и так, и так, если продаете пакеты, стоимость у вас пакета также включен трансфер, вот, поэтому напоминаю, что комиссия выплачивается с пакета, если это скидка на раннее бронирование, несмотря на то, что вы бронируете с перелетом, то скидка на раннее бронирование у вас считается с пакета. Ну, вот это вот как бы остров Маврикии, такую мы вам здесь веселенькую карту подготовили, где мы показали, где находятся наши городки. Вы видите, мы отметили, вы видите, что мы отметили, сейчас я попробую продвинуть, чтобы было лучше, да? Вы видите, что мы отметили здесь крестиками, на самом деле у нас два пакета на Маврикии. Ой, я куда-то пропала. Вы меня видите? Вот. На самом деле два городка у нас на Маврикии. Это Лапоинта Окнонерс. Не буду я сегодня про него рассказывать, потому что городок, у нас 4-3 зубцы, это будет тема отдельного вебинара. И наш городок Альбион, вот здесь вот он расположен, вы его видите, это наша пятерка, которая, соответственно, которая соответ... Ой, что-то у меня здесь... Сейчас, секундочку. Что-то у меня все поехало. Попробую сейчас поменьше все это сделать. Вот так, наверное. Вот так, наверное. Вот. Лапоинт Окнонерс – это пятерка с комплексом Вио, про который мы сегодня будем свадить. Ну, добро пожару, пожаловать к нам на Маврикии, в наш городок Plantation Альбион, который расположен на западе острова Маврикий. Я вам показала его на карте. И занимает он огромную территорию. Это 22 гектара земли занимает. В 50 километрах от аэропорта он расположен. Где-то 1 час трансфер занимает. Очень удобен Маврикий. Любят наши клиенты Маврикии, потому что многие же летят с детьми. И так как практически нет разницы во времени, то есть летом там вообще нет разницы во времени, то есть клиенты предпочитают, потому что это очень комфортно. Если клиенты летят там на Доминикану, например, да, то, соответственно, иногда боятся, что тяжело детишкам будет из-за разницы во времени. Здесь, как бы, Маврикии, конечно же, людям нравится, потому что комфортное время, комфортное проживание. Давайте более подробно на этом остановимся. Вот это вот вы видите карта курорта. Действительно огромный курорт. Огромный курорт. Вы видите, когда там сезон. Ну, Маврикия расположен с другой стороны экватора. То есть ровно под нами, но с другой стороны экватора. Соответственно, когда у нас зима, у них лето. Когда у нас лето, у них зима. Почему я вам еще говорю, что многие выбирают Маврикии, в том числе и летом. У нас стало очень много, достаточно большое количество людей туда ездить, потому что, ну, во-первых, цена, как бы, это невысокий сезон, все-таки не Новый год, как я вам сказала, и не так жарко, да, потому что там достаточно прохладно летом. Летом, ну, если мы сравниваем со Средиземноморьем, где стоит там 35-градусная жара, там где-то 40-градусная, да, поэтому купаться все равно не купаются, вот, поэтому кто хочет такой более мягкий, прохладный климат, то те улетают, соответственно, как бы на юг, там, где сезон, зимний сезон, скажем так, да, но при этом все равно понятно, что это же остров, там все купаются. Значит, огромная территория, 22 гектара территория, два пляжа у нас есть на Маврикии, вот здесь вот пляжик вы видите, и вот здесь вот около сьютов тоже расположен пляж. Бунгало расположено по всей территории, есть у нас здесь вот основной бассейн, есть у нас зен-бассейн, есть огромная территория, вот эта вот территория, которая занимает у нас комплекс вилл, где люди живут на частных виллах, и сейчас я вам буду подробно об этом рассказывать. Значит, еще раз повторюсь, что La Plantation Albion входит в нашу эксклюзив коллекшн, городок 5 Трезубцев, напоминаю, если мы с вами говорим об эксклюзив коллекшн, а мы с вами говорили о Чефалу, мы с вами говорили о виллах на Мальдивах, и сейчас мы с вами говорим о городке La Plantation Albion пятерка, и будем говорить о виллах. Все это входит в нашу эксклюзив коллекшн, и на это на все действует повышенное комиссионное вознаграждение, плюс 2% к вашей основной комиссии. Вот это вот так вот выглядит наш симпатичный городок Plantation Albion. Albion, конечно же, это высококлассный курорт с уровнем комфорта 5 Трезубцев, который представляет возможность проживания в абсолютно разных категориях номеров. Для кого вообще? Кто целевая аудитория Club Med Albion? Ну, как уже я вам сказала, это 5 Трезубцев, и в основном мы его, конечно же, продаем для семей, так как там есть детские клубы, и для пар, потому что все равно Маврикия – это такое романтическое направление. Два пляжа, которые я вам показала на карте, есть у нас дзен-бассейн, инфинити-бассейн только для взрослых на территории клуба, куда приглашаются гости только старше 18 лет, потому что есть категория клиентов, которые приезжают отдыхать без детей или приезжают отдыхать с детьми, отдают своих детишек в детском клубе, и все равно им нужна тишина, спокойствие, уединение. Для таких клиентов есть специально выделенная инфинити-бассейн, дзен-зона, где они могут полежать и отдохнуть в такой приватной обстановке. Из спорта, в чем сильные стороны Альбиона? Сюда приезжают много гольфистов, потому что Маврикия как бы славится своими полями для гольфа. На территории клуба у нас есть теннисные корты, и сюда приезжают и люди, которые любят поиграть в теннис, потому что, напоминаю, когда мы говорим о клаббет, то, когда мы говорим о клаббет, то у нас, когда есть теннисный корт, это не значит, что просто можно прийти на теннисный корт и поиграть. Это так везде, да? Когда мы говорим о клаббет, у нас в стоимость входит также занятия с инструктором в группах. А если это теннис и уроки по теннису, я как бы, ну, уже часто рассказываю, не знаю, кто слушал мои семинары, вебинары, историю своей семьи, да, чтобы вы поняли, в чем отличие, например, клаббета от других отельных цепочек. Когда мы приехали первый раз в клаббет, у нас ребенок пошел в первый класс. Вот. И мы на детские каникулы поехали в наш такой известный, любимый клаббет Пальмия. Здесь есть люди, которые там были. Вот. И я также первый раз поехала в клаббет Пальмия на детские каникулы, когда у нас ребенок пошел в первый класс. Но ребенок у нас такой, как бы, не очень спортивный, скажем так. И всегда хотелось, чтобы он начал заниматься каким-то видом спорта. Мы там всячески его привлекали к этому, записывали в разные секции. Но все не нравилось, все не хотелось, все не получалось. И, приехав в Пальмия, мы отдали его в детский клуб. Когда вы отдаете ребенка в детский клуб, если мы говорим о клаббете, это не значит, что с ним только там в припрыжку, в присядку, там, не знаю, разрисовывают, детскую дискотеку делают. Детей, так как у нас клаббет, все-таки это самая большая спортивная школа, да, активно привлекают и к различным видам спорта. То есть дети, которые занимаются, приходят в детский клуб, в течение дня они проходят все спортивные мероприятия, все спортивные активности, которые есть на территории клуба. Ну, и также наш ребенок, как бы он попал в детский клуб, и вот с детским клубом бегал, там, из лука стрелял, там, не знаю, там, на байдарках катался. Ну, и в том числе занимался большим теннисом. Когда мы приехали домой, он сказал, что типа родители, так и так, мне очень понравилось, и если вы хотите меня отдать в какую-то спортивную секцию, то я хотела бы заниматься теннисом. После этого мы его отдали на теннис, и он у нас благополучно 10 лет прозанимался теннисом. Но как раз здесь хотел вот рассказать про теннисные корты, да, вот мы говорим, что есть гольф, теннис там. Что значит теннис, когда он есть в Клабмеде? Конечно же, есть теннисные корты. И, конечно же, в Клабмеде всегда очень большое количество кортов, потому что у нас всегда большие территории. Но как это у нас все происходит? Это не просто вот ты пришел и поиграл в теннис, да, потому что теннис, например, это тоже вид спорта, в котором нужен спарринг-партнер, да. Ну вот в нашей семье, мы, например, с мужем в теннис не играем, а ребенок играет. То есть он приезжает, когда просто в отель, это ему надо или поставить об стеночку постучать, чтобы его кто-то из проживающих в отеле пригласил, сказал, о, парень, давай с тобой пойдем поиграем, да. Или же взять индивидуального инструктора, платить за это деньги, чтобы инструктор с ним поиграл. Когда ты приезжаешь в Клабмед, все происходит совершенно по-другому. У нас всегда работает теннисный клуб, и ты приходишь в теннисный клуб и смотришь расписание занятий. Расписание занятий есть, например, занятия для начинающих. Вот я приехала в Клабмед, да, но я не умею играть в теннис, но я хочу попробовать, а почему бы не попробовать? Я смотрю, во сколько занимается группа для начинающих, и могу прийти и позаниматься в группе с начинающими. При этом, ну, понятно, что ракетки, мячики, это все дают, и это все бесплатно. Если я человек уже играющий, я могу прийти или в среднюю группу позаниматься, или в группу для продвинутых позаниматься, все равно это будет занятие с инструктором в группе, мы будем отрабатывать удары, подачи, вот эти вот все вещи. А потом начинается самое интересное, начинаются турниры. То есть мы всегда проводим турниры для людей, которые играют в теннис, это, они каждый день разные, они чередуются, то есть это парные турниры, женщины с женщиной, мужчины с мужчинами, смешанные, семейные турниры. Ролан Гарос, когда со страной там борется, да, там, особенно наши клиенты, когда приезжают, они там за Россию, там всех порвут на теннисном корте. И в конце недели, обычно в пятницу, это идет индивидуальный турнир, когда борется весь клуб и выявляется победитель всего городка за всю неделю проживания, то есть он как бы самый сильный теннисист, который этой недели, который проживает сейчас в городке. То есть это очень такое захватывающее мероприятие, и люди с удовольствием в этом во все участвуют. Подрезать клиенты любят клабмед, потому что если мы говорим теннис, это не просто теннис, а не просто теннисный корт, да, здесь надо объяснять, что человек вообще получает за эти деньги, что он вообще, какие ощущения и впечатления он получает в клабмеде. Ну, вот это вот очень тоже красивая фотография сверху, чтобы вы могли посмотреть на наш клуб клабмед Альбион, да. Понятно, что продавая клабмед, у вас всегда широкий выбор перелетов, вы можете предложить клиенту максимально удобный для него перелет, да, это не то, что там, когда мы продаем какие-то свои чартерные рейсы, да, это все по желанию клиенту вы можете выбрать пакет. Конечно же, мы своих клиентов встречаем. Если бы у нас забронировали только проживание, возможно, забронировать только трансфер, пожалуйста. Большой очень выбор типов размещения на Альбионе, от клабрумов стандартных номеров до, есть и люксы, есть и свиты, есть и свиты, соединенные дверью с номером с видом на море, что тоже удобно для семей, и, соответственно, жить в интерконнекшене. Соответственно, родители, получается, живут в сьюте, дети живут в клабруме. Напоминаю, что у нас всегда платят взрослые как взрослые, дети как дети, поэтому иногда это очень выгодное предложение, обязательно на это обращайте внимание. Конечно же, Альбион, как и все наши городки, это интернациональная кухня. Напоминаю, что наши сотрудники и наши шефы, которые работают у нас в ресторане, это люди, которые приезжают из разных стран мира. Чтобы вы понимали, это не то, что стоит там, например, отель и работает какой-то местный персонал или какой-то приглашенный персонал. У нас все время команда меняется, у нас люди приезжают работать из разных стран мира. Кто-то французы больше отвечают за французскую кухню, выпечку, кондитерку, за мясо, скажем так. Азиаты отвечают за азиатскую кухню, итальянцы отвечают за итальянскую кухню. Поэтому очень действительно разнообразная интернациональная кухня у нас на курортах, в том числе и на Альбионе, так же, как и интернациональный публик и клиенты, которые к нам приезжают. Так же, как и во всех наших городках, у нас на территории работают бары. Бары с большим выбором напитков. Также это все включено в стоимость. В ресторанах мы подаем безалкогольные напитки и подаем вино трех видов – белое, розовое, красное и пиво. В барах, конечно же, это коктейли, викина. Все, кроме напитков в СОП. Альбион, так как является городком 5 трезубцев, то так же, как и на Виллах, на Мальдивах, в квартале 5 трезубцев на Мальдивах и Чифау, про которые мы с вами говорили вчера, включено шампанское по бокалам с 6 часов вечера. Городок является семейным городком, и у нас там есть детские клубы, то есть в основном публика приезжает с семейной, с детишками. И мини-клубы у нас там с 4 до 17 лет мы занимаемся с детьми. Мы на этом с вами как бы подробно остановимся. Спорт, ну, как всегда, спорт, да, клубы – это одна из самых больших спортивных академий. Ну и куда же без вечерних шоу, развлечений, живомузыки. Конечно же, мы группы приглашаем, которые играют для наших клиентов, накрываем аперитивы, коктейли. Все это тоже в Альбионе присутствует. Типы размещения. Что мы предлагаем на Альбионе? На Альбионе у нас есть несколько типов размещения. Вся линейка наша здесь представлена. Это Клабрус, это Делюксы, это Свитты и проживание на виллах. Как выглядит обычный номер Клабрум? Стандартный номер. Значит, Клабрум, он идет 40 квадратных метров площади. Вы видите, очень в таком колониальном стиле тоже он оформлен. С такой вот очень красивой ванной, отдельно стоящей ванной. И номера те, которые Клабрум, они есть категория с видом в сад, с видом на море. И, конечно же, на пляже. Номерайте, которые на пляже. Вот так вот выглядит у нас Делюкс. Вот так вот выглядит у нас Делюкс. Делюкс идет с выделенной зоной отдыха, неразделенной перегородкой. То есть это спальня и салон. То есть выделенная зона отдыха. И, конечно же, сьюты. Сьюты идут от 70 квадратных метров. Есть сьюты с видом в сад и есть сьюты с видом на море. Часть сьютов очень красиво расположена. Прямо вдоль пляжа с терраской с выходом на пляж. Здесь мы вам подготовили табличку. Я сейчас не буду так очень подробно по этой табличке идти. То есть мы подробно-подробно расписали Клабрум. Какая площадь, какое их количество, где они расположены. На каких этажах они бывают. С каким типом размещения можно сочетать. Потому что очень часто едут, например, друзья. Да, презентация будет доступна. Очень часто едут друзья, семьи, которые хотят жить рядом. У нас очень сложно на сайте найти информацию. Поэтому мы вам подготовили такую табличку, в которой вы можете найти все-все-все типы размещения, которые у нас есть, что с чем сочетаются, и какая площадь номера, и какое количество номеров таких есть. Поэтому это для работы очень удобно. Поэтому, когда вы распечатаете презентацию, вы этим можете воспользоваться. Просто не думаю, что имеет смысл очень подробно на этом останавливаться. Значит, когда мы говорим о детишках, когда мы с вами говорим о детишках, то, соответственно, понятно, что люди приезжают с детьми. И обязательно очень многие спрашивают про детский клуб, что там с детьми, как можно заняться, чем дети будут заниматься. Еще раз повторюсь, что Альбион – это наш семейный городок. Мы принимаем детишек с четырех месяцев. И у нас есть там клубы для разной категории клиентов. Сейчас я еще раз посмотрю, сихоночку. Когда приезжают с маленькими детьми, конечно же, у нас есть услуга Baby Welcome. То есть это детишки, которые до двух лет. Что значит услуга Baby Welcome? Приезжая с такими маленькими детьми, мы обеспечиваем их всем кроватками, колясками, пеленальными столиками, чтобы можно было поставить в номер на кровать, запеленать ребенка. Плюс еще горшки. То есть вам не надо писать никакие комментарии. То есть вы должны понимать, когда вы в Клабмет, если принимаются такие маленькие дети, делаете бронирование, автоматически эта услуга подтягивается, и автоматически все маленькие наши гости будут обеспечены всеми этими услугами. Также на наших курортах есть Baby Club. Это клуб для детишек от 4 до 23 месяцев. Он идет за дополнительную плату. У нас есть услуга Petit Club от 2 до 3 лет. Он также идет за дополнительную плату. Есть мини-клуб. Это уже включено в стоимость проживания у детей. Это дети с 4 лет, соответственно, их можно отдавать в детский клуб. Они будут заниматься спортом, различными активностями, участвовать в шоу под присмотром наших профессиональных сотрудников Джо. Тоже ребята, которые приезжают из разных стран и работают с детьми наших клиентов. Детский клуб у нас открыт с 9 утра до 17.30. Потом детишек забирают, чтобы переодеть, подготовить к вечеру. И дальше родители опять могут отдать своего ребенка в детский клуб с 19.30 до 9 часов вечера. Понятно, что там насильно детей никто держать не будет. Если вы хотите раньше забрать ребенка или забрать в течение дня, пожалуйста, вы можете подойти в детский клуб и забрать ребенка. Для детей старше 8 лет при регистрации в детский клуб сотрудники опрашивают. Как вы хотите, чтобы ваш ребенок посещал детский клуб в свободном доступе, то есть сам мог приходить, уходить, или только вы можете его привезти и забрать. И уже по желанию родителей, как родители пожелали, если этот ребенок старше 8 лет, ему одевается специальный браслет в согласии ребенка. Если родители согласны, что ребенок может сам отойти и пойти сам в номер, соответственно, как бы это уже будет на их ответственности. То есть детский клуб с 4 до 10 лет есть. Клавмет посолд – это для детишек от 11 до 17 лет. Клавмет – это для подростков, потому что подростки – это такая самая сложная возрастная категория, которые считают себя очень самостоятельными, не хотят ехать отдыхать с родителями, потому что считают, что они уже выросли. Поэтому Клавмет – это идеальная площадка. Можно приехать ребенка, ребенок будет ходить в посол с подростками, с ними там будет заниматься специально выделенный человек, для них будет предусмотрена специальная программа, у них будет выделена специальная комната, где они могут проводить время в обществе таких же подростков, как они, и, соответственно, отдыхать практически отдельно от своих родителей, как бы делать вид, что они отдельно отдыхают. Вижу много вопросов про детские клубы. Еще раз обращаю ваше внимание. Начиная с 4 лет. Детский клуб, если он есть в наших городках, он автоматически входит в стоимость, даже если ребенок бесплатно проживает у нас до 6 лет, все равно ребенок с 4 лет может свободно посещать детский клуб, если детский клуб есть в городке. Все, что касается детей младше 4 лет, не во всех в ряде наших городков есть бэйби-клуб для детей от 4 до 23 месяцев, и есть пюти-клуб для детей от 2 лет, пока не исполнилось 4. Эта услуга идет за дополнительную плату. Объясню почему. Почему? Потому что ее не имеет смысла включать. Потому что, во-первых, количество мест в этих клубах ограничено. Обычно берется, если мы говорим о бэйби-клубе, это порядка 15 детей. Вы понимаете, что дети от 4 месяцев до 2 лет, они требуют особого для себя ухода. Поэтому здесь количество мест ограничено. Не все родители готовы сдавать детей такого возраста. Часто приезжают мамы, привозят нань, потому что французы легко сдают детей, наши немножко боятся. Потому что у французов дети вообще с 4 месяцев уже ходят в ясли, женщины выходят на работу. Поэтому для них нормально с 4 месяцев детский клуб. У нас немножко другой менталитет. Хотя и наши клиенты уже предпочитают часто сдавать детей в детский клуб, а не брать с собой няню. Поэтому эта услуга просто идет за дополнительную плату, потому что это все зависит от родителей, от их пожеланий, возможностей. Нет, тарифы на детские клубы не почасовые. Тарифы на детские клубы идут по дням. Соответственно, если вы на неделю, на неделю, на 10 дней, на 10 дней. То есть сейчас девочки напишут вам наши тарифы, приблизительно сколько стоит детский клуб, для того, чтобы вы понимали. Семейный клуб, дети принимаются, услуги детского клуба есть. Здесь мы с вами привели, чтобы вы просто представляли, как работает детский клуб, какие занятия у них предусмотрены. То есть с 9 лет мини-клуб встречает гостей, игры на свежем воздухе, стрельба из луга, бассейн, футбол. Дальше они обедают. В основном в ресторане тихий час, прогулка на лодке, паттл, борт, каяк для детей от 6 лет. Дальше у них идет бассейн, рисование, художественные кружки. Все зависит от погоды. Полдник, подготовка к вечернему шоу, свободное время, когда забирают детей. Встречи в театре, у них там свои активности. Ужин в ресторане, потом они вечернее шоу или смотрят и участвуют. То есть программа, конечно же, у них расписана на целый день, у детишек. Мы вам просто как бы для примера привели, чтобы вы понимали, как работает детский клуб. Ну, мы с вами уже говорили о кухне. Конечно же, это изысканная интернациональная кухня. Если мы говорим о Plantation Albion, о нашей пятерке, понятно, что, несмотря на то, что клуб работает по формуле, все включено. У нас изысканный французский клуб, изысканная подача и кулинарные шоу проводятся. В стоимость, конечно же, входит завтрак, обед и ужин для клиентов. Завтрак клиенты могут заказать себе в номер, потому что пятерка в любой категории размещения. И, соответственно, работают два ресторана, которые они могут посещать. Это основной ресторан и ресторан Алякарт, который сервируется на поздний завтрак, в котором накрывается титаем в пять часов. Поэтому, пожалуйста, на выбор клиентов, любой из наших ресторанов. Ресторан Алякарт, напомню, если клиенты хотят пойти вечером, он резервируется заранее, накануне, так же, как и во всех наших городках. Вот так вот выглядит ресторан. Основной ресторан вы здесь видите. Можно есть выбор. И в закрытом помещении можно сидеть, и когда хорошая погода в открытом помещении. Это дополнительный ресторан-ресторан Алякарт. Что из спорта мы предлагаем в Альбионе? В Альбионе у нас работает цирковая трапеция. Кто с нами работает, те знают, что это очень популярная активность у клиентов. Ну, это прям настоящая цирковая трапеция. Там занимаются и взрослые, есть часы и занятия для взрослых, есть занятия для детей. Очень это популярно у наших клиентов, потому что у нас многие клиенты, кто был в наших городках, попробовал цирковую трапецию, они потом выбирают городок, именно куда можно пойти, позаниматься на трапецию. Очень клиентам нравится. Конечно же, есть академия фитнеса, расписаны все занятия фитнесом, инструктора профессиональные по фитнесу у нас работают. В любые часы можно посещать прям программу тренировок, посмотреть, как в настоящем спортзале и выбрать те занятия, которые предпочтут ваши клиенты. Работает у нас академия гольфа, у нас есть небольшое гольф-поле на территории, для тренировок на территории нашего городка. Обучение гольфу начальное, пожалуйста, это все включено в стоимость. Если клиенты хотят посещать поля для гольфа на Маврике, то все это будет идти за дополнительную плату, если они будут выезжать. А то поле тренировочное, которое у нас в контейнере Альбиона, это, пожалуйста, посещение бесплатно. Теннисная академия у нас там работает, я вам про теннис уже рассказывала. Шесть теннисных кортов у нас там есть. Академия парусного спорта, то есть пользование катамаранами, обучение на катамаранах, это тоже у нас все есть на Альбионе. Альбионе, пляжный волейбол, снорклинг мы с вами сегодня с вами обсуждали, это плавание с маской и с трубкой. Есть мини-футбол, питанг, зал кардиотренировок, аквафитнес, каяк, пилатес, падлборд. Я вам рассказывала про падлборд на Чифалу, но там еще будут прогулки с инструктором 2 часа утром, 2 часа вечером. Здесь просто пользование падлбордом. Скуба-дайринг, понятно, подводное плавание идет за дополнительную плату. Рыбалка, как экскурсия, идет за дополнительную плату. И гольф, то, что я вам сказала, если выезд в гольф-клубы, конечно же, тоже идет за дополнительную плату. Есть у нас спа-центр на территории городка, поэтому, конечно же, спа-центр выдается и халаты, и есть разные у нас массажные кабинеты, есть одноместные на одного человека, есть на двоих массажные кабинеты. На территории спа-центра есть турецкая баня, зал индивидуальных процедур, зону отдыха, где клиенты могут отдохнуть. Это вот как раз здесь она... Пилатес, Пилатес, не Палапас, а Пилатес. А, Палапас. А, вы в спа-центре? Сейчас уточним. Да. Зона отдыха и чайная комната Дзен. Вот это все в спа-центре у нас существует. Спа-центр работает на французской косметике Санкт-Монт. Это французский бренд. Соответственно, все процедуры идут на французской косметике. Мы вам расписали все программы по уходу, то есть вы это можете скачать, почитать, да, приблизительная стоимость программ по уходу. Напоминаю, что любые, любые процедуры, любые процедуры вы можете у нас заказать заранее для своих клиентов и, соответственно, получить комиссию. Мы вам все-все-все здесь расписали. Такую информацию, в принципе, вы можете у нас запрашивать по любому нашему городку, потому что все клиенты, которые приезжают в клуб, например, иностранцы, они, как правило, все уже приезжают. У них вся программа расписана, да, а наши иногда приезжают и говорят, что не могли на какое-то удобное время записаться в СПА-центр. Поэтому мы на это обращаем ваше внимание, потому что такие вещи надо бронировать заранее, тем более, что это увеличивает ваше комиссионное вознаграждение. Как я вам говорила, что на территории La Plantation Albion находится комплекс вилл, альбионные виллы, это семейные виллы, которые также относятся к нашей эксклюзив коллекшн. Еще раз напоминаю, что все люди, клиенты, которые проживают на виллах, они имеют доступ ко всем нашим услугам основного нашего городка. Обращаю на это ваше внимание. В основном, кто выбирает виллы? Сюда приезжают у нас или семьи, такие достаточно большие семьи, бабушка, дедушка, мама, папа, дети, да, потому что большие виллы у нас на несколько спалек здесь существуют. Бывает, что приезжают компании друзей, да, две, там, три семьи, которые хотят проводить время вместе, как на даче, да, вы видите, что каждый вилл здесь имеет там как отдельный такой садик, свой собственный бассейн, территорию, общую гостиную, для того, чтобы люди могли провести время вместе в такой обстановке приватности, уединенности, захотели потусоваться, вышли потусоваться, захотели родители отдать детей, отдали детей в детский клуб, а сами прекрасно проводят время на вилле, потому что обычно, когда клиенты спрашивают виллу, они, многие же не понимают, что, вернее, как, они хотят очень комфортно проживать и проживать на какой-то своей уединенной территории, но при этом все в основном приезжают с детьми, и потом начинается, потому что даже наши клиенты, которые отдыхали у нас на вилле в Эльбоне, потом съездили там на виллу, там еще куда-то, говорят, ой, ну, в клабмеде мы когда приезжаем, у нас голова не болит, мы отдыхаем, нам, с одной стороны, мы на вилле комфортно, но при этом дети заняты, дети нас не раздражают, дети пристроены, мы не надо думать, куда поесть пойти, все нам приготовили, сходили, потанцевали, опять на свою виллу пришли, да, то есть здесь надо понимать, что это именно такой вилла, наш клабмед, это не только вот вилла, как она стоит вилла, да, это еще целый комплекс услуг, которые входят в стоимость проживания на этой вилле, поэтому я обращаю на это ваше внимание. Ну, в чем преимущество проживания на частной вилле? Конечно же, это просторное и комфортное проживание вблизи от курорта клабмед, потому что люди могут пользоваться всем, и, конечно же, это возможность попробовать на себе исключительный сервис. Это частные виллы, обычно от 150 квадратных метров идут с частным бассейном, это консьерж-сервис, у них 24 часа в сутки, это завтраки и полгники, которые индивидуально для клиентов сервируются на вилле, это индивидуальный чек-ин и чек-аут, которые происходят на вилле, это разбор и упаковка багажа, то же самое, как я вам рассказывала на виллах сегодня на Мальдивах, это шаттл-сервис, да, то есть баги обслуживают, вот в данном случае, если мы говорим о Маврикии, баги обслуживают, возят клиентов по любому, их желание по территории, там до ресторана, там достаточно клиенту только изъявить свое желание, что он хочет выходить с виллы, тут же при баге отвезет его туда, куда ему хочется, и все это входит в стоимость. Батлер обслуживают виллу, я вам уже рассказывала сегодня про сервис батлера, батлер всегда как бы к услугам наших клиентов, ну и, конечно же, есть некоторые эксклюзивные сервисы для вилл за дополнительную плату, например, можно спа-процедуры провести непосредственно на вилле, да, вы видели здесь очень большая вилла, можно заказать массаж непосредственно у себя на вилле, и есть возможность заказа прайват-ужина за дополнительную плату у себя на вилле, потому что иногда клиенты, когда приезжают отдыхать, у них есть или день рождения у кого-то, или какой-то, хотят годовщину там справить, или еще что-то, есть возможность заказать себе прайват-ужин на вилле. Виллы на Альбионе у нас есть нескольких категорий, различные категории вилл у нас представлены на Альбионе, вы видите категорию вилл здесь, две спальни, это 180 квадратных метров, три спальни, это 240 квадратных метров, и четыре спальни, это почти 300 квадратных метров. Все виллы, помимо спален, конечно же, у них есть гостиная, столовая, кухня, это, конечно, обязательно, это как бы не входит в количество комнат, это дополнительно, то есть спальнями мы называем спальню, именно спальню. У всех есть обязательно такая маврикийская терраса, сейчас я вам ее покажу на фотографиях, вот здесь вот она, здесь она, вы видите, маврикийские террасы у всех, обязательно есть бассейны, обязательно стоят лежаки, и на виллах у них уединенное пространство, сейчас мы увидим как бы на фотографиях, это практически как загородний дом со своей территорией, и приватностью также соседи, проживающие на соседних виллах, они не видят всего того, что происходит на вилле у вас. Вот такой вот колониальный стиль на маврике, на виллах, вот вы видите оформление спален, оформление гостиной, оформление бассейна, очень красивый бассейн, сделан из такого черного как бы камня, плитки, потому что остров вулканического происхождения, все сделано из природных материалов, такие вот бассейны, вы видите, лужайки, вот батлер обслуживает клиентов, приносит напитки, как бы это тоже все включено в стоимость проживания. Вы видите закрытая территория, здесь специально мы вам вставили эту фотографию, потому что вот видно, что соседние виллы находятся за забором, и не видно, не видно проживающих на соседних виллах, то есть это для клиентов, которые хотят еще вот здесь, вот вы видите тоже приватность вилл, то есть соседнюю территорию, практически какой-то такой загородный дом, вы не видите тех, кто находится на соседних виллах. Вот вы видите то, что я вам сказала, у всех вилл есть частный бассейн, обязательно стоят лежаки, зонтики около бассейна, и вот это вот строение, это такая еще открытая частная уличная веранда, вы видите, с гамаками, для того, чтобы люди могли отдыхать. Вот это как раз люди сидят на уличной веранде, люди, все, кто покупает у нас, клиенты, кто покупает у нас проживание на виллах, покупают пакет, по умолчанию это индивидуальные трансферы на виллу, их не объединяют с другими клиентами, это приветственные напитки при заезде, это чек-ин, чек-аут на вилле, не надо никуда бежать на ресепшн, это распаковка, упаковка багажа в номере, конечно же, Батвер помогает распаковывать вещи, это приготовление, сервировка завтрака, обязательно накрывается полдник на вилле, вилле, это, конечно же, бесплатный Wi-Fi премиум класса, и обращаю ваше внимание на то, что у клиентов, проживающих на вилле, именно на Маврикии, в Альбионе, еще дополнительным преимуществом является посещение гольф-клуба Тамарина, то есть у них включен и трансфер на этот гольф, в гольф-клуб Тамарина, и грин-фит также у них включены в стоимость проживания на вилле, поэтому если клиенты при этом еще и занимаются гольфом, вы такие вещи должны им обязательно озвучивать. Конечно же, люди, которые приезжают, клиенты, которые приезжают с детишками, соответственно, мини-клуб и сотрудники мини-клуба, они приходят и забирают детей с виллы, отводят их в детский клуб. И возможность проведения приватных ужинов на вилле, это тоже как бы преимущество тех, кто проживает на вилле. Вот так вот вы видите, выглядит салон на вилле, сейчас мы вам несколько фотографий покажем, спальни, спальни разные, спальни для взрослых, в разном цветовой гамме оформлены. То, что в косметические все принадлежности, которые стоят в ванной комнате на вилле, как и в других наших стандартах 5-3 зубцев, это косметические наборы из спа-центра. Вот так вот выглядит веранда маврикийская, это вот это вот строение, которое рядом с бассейном, я обращала ваше внимание, тоже очень здесь удобно, и гамаки, и места отдыха, где люди могут посидеть. То есть вот прям такая небольшая датчика для клиентов, с разных ракурсов мы вам фотографии показываем, чтобы вы понимали, как это все происходит. Пляж, клиенты, которые проживают на вилле, да, они могут воспользоваться баги-сервисом или дойти пешком. Соответственно, пляж у нас песочный, оборудован лежаками, зонтиками, кабанами, и бар обслуживает клиентов тоже на пляже, приносит напитки, пожалуйста, и это все включено в стоимость. Еще раз хотела подчеркнуть, что клиенты, которые проживают на вилле, у них стоимость входит в гольф-клуб Тамарина, это и принфи, и бесплатный трансфер, и батлер или консьерж бронирует им, соответственно, гольф-клуб. Им только надо изъявить свое желание, что они хотят съездить играть в гольф. Ну, соответственно, спа-центр, да, про это мы с вами уже говорили. По примеру приватного ужина, да, то, что мы с вами говорили про приватный ужин, да, если клиенты захотят заказать себе ужин на вилле, им дадут несколько вариантов меню, из которого они могут выбрать, где-то приблизительно стоит 90 евро на человека организация приватной вечеринки у себя на вилле. Это просто, чтобы вы владели информацией, вариант меню мы вам здесь представили. Так как на Маврикия у нас два городка, это пятерка Plantation Albion и четверка L'Apoint-Cannonier, каждый четверг ходит у нас кораблик из Альбиона в L'Apoint-Cannonier, если клиенты хотят прокатиться и провести время у нас в L'Apoint-Cannonier. Здесь кораблик просто ходит, он платный, это как бы вместо такси, для того, чтобы на такси не ехать, можно сесть на кораблик и доехать до нашего второго городка L'Apoint-Cannonier для тех, кто хочет сменить обстановку. Сейчас я вам покажу небольшое видео по Альбионам, чтобы вы сделали небольшой перерывчик. Смотрите, пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Коллеги, какие есть вопросы? Да, я видела... Да, спасибо большое, что заметили. Какие есть у вас ко мне вопросы? Надеюсь, что вам понравилась презентация. Понравилась вам русскоязычные персоналы, да, у нас работают. Мы берем, сейчас по пляжу вам расскажу. Мы берем, конечно, русскоязычных ребят работать. Нельзя сказать, что там весь городок на русском языке, да. На лыжах у нас много уже персонала русскоязычного работает. Обычно мы на Маврикии, на Мальдивы у нас есть по одному-два сотрудника, которые помогают нашим клиентам с переводом. Очень много у нас уже французов работает, русскоговорящих, поэтому... Альбио, виллы, сейчас я вам скажу, какой год постройки это был. Они достаточно свежие. Где-то мы их лет шесть тому назад построили виллу только. На виллу можно заезжать... Рекламник нужен, да. Все, давайте все на виллу поедем, все вместе. Одну виллу снимем. Нет, на виллу можно заезжать на любое количество дней, в зависимости от перелет, то же самое. На любое количество дней можно заезжать в любой наш городок. Ну, надо смотреть на одну ночь, если есть такая возможность. Можно и на одну ночь, только я не понимаю, что клиенты, кроме виллы, увидят за одну ночь. Вся прелесть Клавмеда – это не только в номере. Как раз вот эти вот два дня я пыталась до вас донести, что Клавмед – это, как бы вам сказать, такой продукт, который разработан клиентом под ключ, скажем так. То есть клиент приезжает отдыхать, он не покупает только номер, бассейн и место в ресторане. Это действительно, это философия отдыха, правильно она пишет. Это продукт, разработанный для клиентов под ключ. Компания, которая работает на рынке 60 лет, и только 60 лет только этим и занимается. Это философия отдыха, это наш клиент, клиент, который живет достаточно активной жизнью, занимается бизнесом, наверное, много ездит по командировкам, он, наверное, достаточно загружен на работе, да, ему хочется пообщаться со своими детьми, хочется пообщаться со своей семьей, но при этом он уже устал в жизни, в своей, как бы вот от этого ритма, ему хочется приехать, и чтобы все было организовано, чтобы он знал, что он вечером нормально проведет время, он сходит в бар, он послушает хорошую музыку, он покушает со своей семьей, да, дети у него будут пристроены, подростки не будут играть на нервах, да, тоже будут заняты целый день, и для этого люди приезжают в клубе. Для тех, кто хочет комфорт, кто хочет приватности, есть продукт эксклюзив коллекшн. Для людей, которые, не важно, как мы живем, важно, как мы отдыхаем, но хотят какой-то более экономичный вариант, конечно же, такие варианты у нас есть. Просто цель нашей академии была, конечно же, показать вам кладмет, вот с другой стороны, кладмет, который также подходит для взыскательного клиента, и клиента, которому нам есть что предложить, и помимо комфортного размещения, мы ему дадим еще все то лучшее, что есть в клубе, скажем так. Есть ли у вас еще вопросы, коллеги? Я надеюсь, что до новых встреч, хотела всем пожелать хорошего сезона, хороших клиентов, чтобы клиенты были разные, клиенты были довольны, чтобы они к вам возвращались. Хочу, чтобы пожелать вам, чтобы вы побольше изучали продуктов, которые появляются на рынке, потому что много идет разговоров о том, что умрет турагинский рынок, не умрет турагинский рынок. Если вы будете знать, изучать продукт, советовать клиентам, рекомендовать клиентам, потому что если просто тупо искать продукты по самым лучшевым предложениям, то тогда вас заменят поисковики. А если вы будете профессиональны и предлагать своим клиентам разную продуктовую линейку, скажем так, тогда клиент будет идти к вам за рекомендацией. Спасибо большое, всем хорошего дня, бомбикенд, потому что наступают выходные, ну и, как говорила, хорошего-хорошего сезона. Спасибо. Спасибо.